так ребята всем привет мои дорогие я сегодня в эфир вышла поздно я нахожусь у себя дома поздно потому что у нас во все идет ремонт целый день жужужу поэтому конечно очень очень тяжело при таком раскладе вести всем привет кто только что зашел сегодня у нас с вами тема ответы на вопросы да то есть у вас были в по идее очень классные вопросы которые бы я хотела сейчас с вами обсудить прямом эфире спасибо вам за ваши вопросы они действительно крутые конечно же прилетела ко мне куча всякого рекрутинга вот вот и конечно же вопросов куча сейчас я прогружу все вопросы я сижу со своего второго телефончика это у меня но у 9 вот и он у меня как уже старенький я купила новенький ну что смотрите где-то около 20 часов назад я вам оставляла окошечко в своем stories и и говорила задайте мне вопрос так вот да 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 всем привет привет вот значит ну все давайте с вами начнем значит так были было очень много таких ответов что вопросов нет ты классный и так далее но это люди с моей команды которые со мной непосредственно в чатах и в чатах я их конечно заваливаю кучей голосовых сообщений и понятно что они все знают да вот далее значит вопрос такой чё-то чёт не получается быстро собрать команду и наконец собрать заветные 3000 баллов что такое 3000 баллов это товарооборот директора это самый самый первый уровень по маркетинг плану и у человека не получается выйти на этот уровень да то есть вот у нас с вами карьерная лесенка жалко что наоборот показывает зеркалит да то есть сначала у нас идет уровень 3 процента уровень 6 процентов 9 процентов 12 15 19 и 23 и очень много людей да вот именно на эту ступеньку они не могут забраться получить свою премию 55 тысяч рублей ну это в эквивалент на русские рубли да я думаю вы понимаете что я проживаю в россии но у меня в команде очень много стран различных да то есть ну если взять по евросоюзу тут 1000 евро да грубо говоря получается и конечно тут нужно понимать что доход у нас с вами зависит именно от личных продаж это во первых и от не то чтобы вы пошли там тюбик крема продавать а именно вы пошли продавать идею бизнеса как в эту идею бизнеса продаете вот сейчас я скоро начну организовывать свой гиф до свой первый гивы мне очень стало интересно развиваться в этом и знаете что самое интересное очень много людей с моей команды просто не имеют даже элементарно сходить на фотосессию выгрузить классные фотки в соцсети чтобы к ним шли люди вот элементарно люди готовы годами откладывать самые важные вещи на потом и конечно же при таком раскладе не получится быстро соврать команду если советы наставника откладывать на потом обучение откладывать на потом да как вот меня недавно было я даже скриншот отправила они говорят люди да вот в переписке можно к вам в команду конечно можно высылаешь им видео суть бизнеса да и они понимают что надо покупать надо создавать товарооборот компании и все и на этом замолкает почему потому что они не понимают то что тут действительно хорошее обучение действительно классное обучение и развиваться можно различными методами если у человека не получается быстро собрать команду значит этот человек быстро не хочет обучаться и не хочет быстро получается расти сам почему я так решила потому что вот есть у меня знакомые там они откладывают обучение на месяц на два на три да и конечно же даже уже такие анекдоты ходят да по поводу того что можно я завтра буду начну обучение доход через неделю но компания платит только за товарооборот когда вы его начнете создавать это неизвестно вот недавно мы же строим веточными построениями мы под всех помогаем строить веточки дают под людей и понятно что у них быстро возникает товарооборота и нет этого товарооборота а должны взять в свой оборот да этот товарооборот наш который под ними вот в каком марафоне найдешь в каком марафоне сейчас много всяких марафонов идет если честно не знаю про какой марафон ты говоришь да вот много у кого каких тараканов голове и тут идет в те марафоны которые ему нужны до решить свои проблемы но я считаю что не нужно рыться в глубине себя просто приходите просто работаете просто зарабатываете марафон стройности да я там состою я там состою я подписана на все каналы я подписана на все рекомендации я довольна прошлым результатом я там скинула 3 килограмма да вот он будет идти дольше нежели я буду находиться дома мы скоро уезжаем 16 числа мы уезжаем сегодня 3 вот ну ничего страшного давайте сейчас не про продукт не про марафон стройности они у нас очень часто на проекте у девчонок реально хорошие результаты кому хочется похудеть пожалуйста я вам дам контакт девчонок которым вы можете обратиться вот значит далее не получается быстро собрать команду и наконец собрать заветные 3000 баллов и так 3000 баллов это 60 человек грубо говоря в вашей команде которые покупаются в среднем от 2000 рублей до 7000 с половиной рублей то есть 50 баллов 50 баллов весит по-разному есть инфопродукт 2000 рублей 50 баллов которые можно покупать каждый каталог до 1 1 1 каталог и я вам могу сказать что 50 баллов это потолок да то есть и для того чтобы получать свои выплаты и конечно в первую очередь человек не может собрать команду потому что не идет обучаться вот я вам сейчас после этого прямого эфира который выгружу я вам выставлю ролик и вы увидите в этом ролике сколько у нас обучение и человек может выбрать любое направление он может развиваться как блогер на ютубе он может пойти там не знаю спамить в соцсетях он может рекрутировать с помощью автоворонки он может ну в общем бездействия в нашем обучении нету да то есть нужно обязательно действовать да и тогда только получится команду обучать сейчас от компании фаберлик такое качественное обучение да даже если человек не на нашем проекте он может сам создавать эти автоворонки есть обучение от этого и я уже сколько раз его высылала сколько раз им делилась сколько раз старалась сделать людям хорошо но люди эти же самые люди через месяц пишут у меня все равно ничего не получается а ты обучался нет я еще пока не начал так если ты еще пока не начал я-то тебе чем помогу понимаете у вас золотые директора на вебинар зашли привет валентина вот поэтому конечно чтобы наконец-то собрать заветные 3000 баллов да то есть сделать мощный старт бизнесе открыть статус директора это работа это работа над собой это работа внутри себя вы должны понимать то что вы хотите стать директором вообще представляете кто такой директор сколько ответственности на уровне директор да сколько всего нужно делать там да к примеру разговаривать со своей командой рекрутировать вести планерки то есть нужно делать огромное количество дел хотя бы раз в неделю до показываться да привет верочка старшие директора смотрю зашли элитные директора ну все мои заглянули вот они полуночники зоечка янчак зашла директор очень-очень приятно значит это первое да то есть если у вас не получается работать бросьте этот метод если вы его действительно действительно работали этим методом у вас не получается вы можете бросить и пойти обучаться другое место где у вас будет результат да о чем я сейчас говорю когда я захожу да на сайт проекта faberlic онлайн я вам сейчас вкратце перечислю какое у нас есть обучение вы просто очень сильно удивитесь потому что но невозможно если у вас это не получается то скорее всего вы просто как он даже то вы просто не применяете да вы просто не применяете и вам кажется что вы действительно может что-то у вас там не получается из-за того что вы не досматриваете и не доучиваете да это очень важно понимать сейчас на данный момент так давайте мы с вами я сейчас зайду под своим логином и пароли вот и мы с вами посмотрим какие у нас вообще какой у нас вообще есть обучение да у нас с вами три варианта обучения это наблюдатель второе это партнер и третий это топ лидер да вот да да всем привет кто только что вошел очень приятно вас видеть ну вот давайте посмотрим значит участник быть участником проекта faberlic онлайн это получать базовое обучение по возможности faberlic и нашего проекта вот второе значит это конечно же при активации своего бизнеса на 50 баллов то есть завтра я кстати с вами пообщаюсь еще на тему тоже поздно вечером из-за ремонта почему я все покупаю в одном месте может быть вам зайдет эта тема может быть вам она понравится и вы будете рассказывать об этом своим своим структурам до своим командам я думаю это очень важно значит смотрите значит у нас есть сайты боты автоворонки для привлечения новых партнеров также возможность опытного наставника всегда опытный наставник вас сопровождает готовое обучение для вашей команды команды на вашей платформе то есть вы новичок вы к нам пришли вы у нас обучаетесь у вас начало получаться к вам начало приходить люди и то же самое обучение доступно вашим людям которые доступны вам то есть вам ничего не нужно выдумывать все наши способы дублицируем и абсолютно на сто процентов далее значит если мы с вами вип-консультанты то введение личного бренда вам доступна таргетированная реклама на продукт и на бизнес контекстная реклама на продукты на бизнес работа с гивами удержание аудитории и запуска рекламы через блогеров то есть вот это тоже все можете делать то есть это все платно вы должны будете заплатить за рекламу но обучение у нас бесплатные для всех вип-консультантов и конечно когда когда бывает так что вы действительно жалуетесь что у вас что-то не получается то в первую очередь вам нужно обратиться к своему наставнику и уже ваш наставник вас проанализирует потому что недавно мне на почту написала девушка написала девушка и говорит у меня ничего не получается я смотрю она сидит на старой обучающей платформе на сайт век роста еще и на этой старой обучающей платформе понятно что там очень мало информации полезной которые сейчас более-менее современные да то есть мы переехали на новый сайт мы оповещали всех что есть новый сайт они как через блогеров допустить рекламу найдешь если ты вип-консультант проходи и обучайся вот это в блоке в блок обучения для вип-консультантов до блок обучения для лидеров еще есть значит во первых тренинг для новичков до что есть значит стартовые тренинги ссылки на канал и чат и проекты telegram где вы можете задавать вопросы полезные видео о кабинете как пользоваться кабинетом что такое планирование вас будут обучать маркетинг план faberlic и там же доступны марафоны до далее а блок обучения если вы уже делаете заказы и вы делаете от 25 баллов и выше это рекрутинг мастер красы рекрутинг по теплому кругу рекрутинг в одноклассников и вектор 100 баллов на легке там с вами занимаются да то есть вас обучают стать випами для того чтобы вам это шло не в минус далее блок обучения от 50 баллов до какой у нас есть методы в instagram отработка контента обучение по youtube методы фейсбуке как созваниваться с командой как отрабатывать команду методы обучения работы в контакте далее альтернативные методы в альтернативных методах у нас есть бесплатные платные подходы как бы получается паблики реклама в пабликах телеграм и ботах и так далее да то есть этому мы тоже очень доски объявлений доски объявлений у нас с вами различные да то есть там огромное количество из телефона из получается из компьютера то есть вы можете работать в любое удобное для вас время до далее обучение по личному бренду что такое вообще личный бренд это изучить его что это такое работа с контентом оформление страницы и задание по дням прям понедельник вторник среда четверг и пятница да то есть все для вас все для вас это только обучение от 25 баллов далее у нас с вами идет обучение получается а это блок обучения 50 баллов да и блок обучения для вип-консультанта это работа с блогерами реклама в одноклассниках реклама в instagram на бизнес реклама яндекс реклама facebook instagram на продукт реклама в май таргет и реклама google то есть вы можете запустить вообще одновременно кучу реклам и причем есть чаты чаты с людьми которые создавали это обучение то есть моим мужем командовом антоном да то есть с моим наставником николаем андрейка и с остальными ребятами в принципе до которые ночи скажи как стать успешной упрямьтесь упрямьтесь работайте чтобы у вас получилось успешно это конечно обучение и применение обучения этого на практике другого не дано у нас честный белый бизнес легальный доход и это не пирамида когда ты вложил денег ждешь да некоторые думать я сейчас приду в компанию куплю продукт и буду ждать пока мне там ветку отстроят ветку-то отстроят но с него ничего не получите пока в бог не отстроитесь да то есть вам показывает что тут все возможно реально а ваша задача все-таки подхватить это возможно и реально и тоже начать развиваться и тоже начать строить свою структуру свою команду это очень важно ребят очень да то есть и смотрите значит обучение у нас вот такое и еще работа со структурой работа с распечатками до блок обучения для лидеров вот до кожи немножко блестит есть немножко такое до гульнура вот и дальше что еще хочется сказать да по поводу вот девушки до которая никак не может выйти на 3000 баллов очень много обучения которое нужно стараться все-таки применить на практике не только прочитать не только посмотреть да то есть если вы посмотрите да допустим вы захотели сварить борщ и вы посмотрите там да на картошку на свеклу или на лук и так далее да то есть он сам не почистится не покрошится не сварится мясо не отварится и так далее вы это должны понимать что этот борщ надо сварить если вы его хотите да то же самое и про бизнес если вы посмотрели обучение но ничего не делаете то как же вы тогда начнете создавать свой товарооборот вот далее так вопрос от екатерины как выбрать наставника у вас отличается чем-то от других я не знаю отличие у нас от других отличается да то есть у каждого своя система роста я не хочу кого-то ругать кого-то хвалить я не хочу с кем-то себя сравнивать потому что каждый день можно быть лучшей версии себя они кого-то там да то есть создавать конкуренцию с какими-либо лидерами я не собираюсь знаете почему потому что человек идет на человека вот это нужно обязательно понять очень много людей вас обучает работать вас обучают рекрутировать но не говорят самого главного что человек идет на человека если мне человек не понравился так я бы к нему бы и не пошла да то есть я зарегистрировал сыну наставнику только после разговора с ним по skype часового вот поэтому так значит дальше я на 9 процентов не могу подняться на статус какой фишку меня советуйте на не русский не русский наверное человек тяжело по-русски писать очень много ошибок вот я советую обучаться если вы не можете подняться и начать уже работать может быть поменять способ рекрутинга если у вас не заходит вот сколько средств уходит на рекламу сейчас мы вкладываем много денег в рекламу но вот ну еще может быть каталог назад мы больше пяти тысяч в месяц не вкладывали и нам все нравилось вот сейчас пока мы участвуем в различных гивах они могут стоить от 30 до 100 тысяч русских рублей мы себя пробуем новым поприще и потом посмотрим выхлоп будем рассказывать команде сейчас первый гиф мы организовываем с людьми которые хотят развивать свои странички вот и как бы спасибо найдешь и конечно же я не могу сказать сейчас сколько у нас денег уходит в целом на рекламу потому что много я могу сказать что много но мы можем себе этого позволить вот когда мы не могли себе этого позволить и мы тратили до десяти тысяч в каталог до 10 вот но это прям самый такой край когда было много и регистрации мы их не успевали отрабатывать но так как мы строим веточно лидеры ответственные лидеры за веточку просто брали вместе со мной до приток регистрации на себя это же как и мы отрабатывали людей то есть мы обучали лидеров работать с командой и они уже помогали нам работать тогда можно в принципе да вот добрый день подскажи пожалуйста какая тушь лучше в черном цвете наращиваю реснички больше года честно сказать очень редко пользуюсь тушью и боюсь соврать так как боролись с ленью в самом начале когда только зарегались лень это когда вы находитесь зоне комфорта значит вас все устраивает и вам все нравится и вам не нужно ничего до в этой жизни у меня не было линии потому что я вообще как бы но с 19 лет я точно пахала всегда на двух работах и мне не нравилось сидеть дома мне не нравилось смотреть телек я вообще не люблю морально разлагаться я вообще люблю что-то вот такое постоянно создавать мне это нравится и мне это нравилось всегда я всегда креативила даже когда была на работе да то есть я всегда делала интересные какие-то выкладки товара да то есть я всегда общалась с людьми в зале даже когда работала продавцом да то есть даже когда я работала в пельменном цехе мы там делали пельмени чебуреки я Я всегда бегала для всей команды, для всего, за чаем, за чебуреками, за всем на перекус. Почему? Бегала, потому что не могла сидеть на месте. Это не мое сидеть на месте. И, понимаете, когда бороться с ленью, мне никогда не приходилось. Это не мое. Я не понимаю, как можно лениться, когда есть такие возможности. Компания Фаберлик полностью, я как работала, так работаю. В компании Фаберлик просто полегче работает, не физически, работает умом. Может быть, Алине лень работать умом, ей больше нравится работать руками. Есть такие люди, которые не могут умом работать. Скорее всего, может быть, вот в этом плане. Нет, я ни в коем случае обидеть не хочу. Я скажу, что вот есть такие, да, вот там тренеры по фитнесу, да, они тоже очень хорошо зарабатывают. И им хочется вот прям преподавать, там отжиматься. Вот это все, это их дело, да. Вот. Далее, такой вопрос. Вы помогаете людям, новичкам выходить до директоров? Да, я помогаю. Лично я всегда помогаю. И мало того, если у меня лидер открыл статус директора, мы еще каталог его регистрациями поддерживаем. И мы еще целый каталог следим за тем, как бы он не упал, как бы он не обвалился. Также, так как мы помогаем, мы требуем с этого директора, чтобы он работал со структурой, повещал структуру, повещал команду, вел планерки. Если директор этого не делает, мы его можем забросить, пусть барахтается сам, потому что все за него мы делать не будем, а так как в банкомате рядом с его выплатами мы не стоим. Он сам получает свои деньги, он сам их кладет себе в карман и сам идет тратить на свои нужды, да. То есть и так нашей полструктуры у него, можно сказать, да, отстроена половина структуры. Почему бы ему уже не быть благодарным и свою благодарность не выразить в том, чтобы он сам работал со своей структурой, командой, с которой он получает доход и получает деньги, премии и бонусы. Согласны со мной? Вот. Далее, значит, когда человек меня просит, Ань, помоги мне отстроить вторую ветку, третью ветку, я просто могу с ним больше после этого не общаться, если он не поймет, что он вообще отчебучил. Прошу прощения за сленг, но по-другому никак, потому что не может такого быть, что... О, Дима, привет! Привет, привет! Поэтому нужно обязательно понимать то, что у вас должен быть большой охват людей и хороший приток регистрации, у вас должно быть хорошее обучение в вашей команде, хорошие созвоны, вы должны быть рядом с теми, кто работает, те, у кого есть вопросы и все такое прочее, чтобы до вас было не докопаться. Вот до меня не докопаться никому, потому что я работаю на совесть всегда. У меня, когда есть время, я всегда выхожу на связь, я всегда созваниваюсь, даже могу созвониться и в 10, и в 11 вечера, да, если у человека есть на то время. Сегодня у меня было около... Кстати, Райхоне я не перезвонила, да, то есть у меня было около 6-7 созвонов, да, и для меня это не нагрузка, я могу гулять, я могу крошить салат, да, то есть я вставила, да, беспроводной этот наушничек и хожу, разговариваю. Мне нравится общаться с людьми, я вообще люблю людей, которые любят развиваться, которые мне звонят, которые меня теребят. Я не совсем люблю людей, не то чтобы, даже, наверное, меньше уважаю тех, кто сидит тихонечко, не может задать вопрос, у него что-то не получается, он буксует, а потом через месяц-два-три взрывается и начинает со мной ругаться. Я... А смысл со мной ругаться? Ты не можешь мне позвонить сразу и сказать, вот у меня не заходит, ответь мне, пожалуйста, что у меня не заходит? Ну-ка, давай, Аня, позвони мне, я тебе помогу. Нет, эти люди молчат, молчат, обвиняют меня во всех своих, там, неудачах, а потом получается, что они еще и отпор дают, да, и как вы так со мной обращаетесь, почему вы мне такие вещи говорите, я должна расти, вы с меня получаете деньги, да, то есть я получаю деньги с того, кто вырос, а не с того, кто буксует на месте, не обучается, не применяет, обучение на практике и спорить со мной, понимаете, сложно внушить человеку, как надо расти, и вот тут вот такой момент, то, что посоветовала раз, посоветовала два, если ничего не получается у человека, да, то есть ты видишь, что он не делает, да, вот эту же, удалите эту размазанную фото с инстаграм, удали, почисти ты этот инстаграм, тебе уже пойдут люди качеством лучше, сходи на фотосессию, я не пойду на фотосессию, проходит год, человек не вырос, а что ж ты не растешь, если у тебя свои методы рекрутинга, где твой рост, да, то есть таким вот образом, не слушаются, а потом, когда меня обвиняют, я ругаюсь, да, то есть, но я помогаю людям выйти, я помогаю людям выходить до директора, я нахожу все-таки активных лидеров в каждой своей веточке, вот, у меня сейчас 27 веточек директорских, и я нахожу активного лидера, с которым я работаю, с которым мне приятно работать, которых я люблю, ценю и уважаю, действительно, они трудяшки, такие же, как и я, и мне с ними комфортно, они мне нравятся, да, вот, далее, еще такой вопрос, будете ли вы набирать новую линию структуры, да, сейчас идет набор, объявлены акции, если вы ко мне придете в первую линию, да, кто еще не зарегистрирован, и зарегистрируетесь ко мне в команду, то вы растите за полгода самостоятельно на директора, самостоятельно, то вы получаете премию, помимо всех выплат, 260 тысяч рублей, вот, если же вы выберете второй способ регистрации ветку, то вы от меня получите помощь в регистрации по ветке, но 260 тысяч рублей я уже не заплачу премии, да, сейчас идет набор, я набираю новую линию структуры, веду веточна, или человек растет самостоятельно, но получат от меня крутой бонус, вот, далее, Анечка, дай мне волшебный свой пинок, а ну работать, а ну кнопки тыкать, а ну вебинары вести, ну, как можно дать волшебный пинок, ребят, вспомните свое детство, о чем вы там мечтали, я мечтала о том, что у меня будет красивый большой светлый дом, и вот буквально, получается, за пять лет сотрудничество с компанией Фаберлик, я, я еще мечтала, что я когда-нибудь увижу пальму, да, в своей жизни, в своей, с компанией Фаберлик, моя мечта сбылась, я увидела пальмы, я увидела море, я увидел океан, это была Шри-Ланка, и я счастлива была пахать за такое, вот, причем это была бесплатная поездка, да, на Шри-Ланку, далее, о чем я мечтала, что у меня будет большая светлая квартира, пожалуйста, сзади меня большая светлая квартира, да, у меня сейчас, так, а сколько у меня комнат, так, 4, 5, 6, 7, 7 комнат, два туалета, две ванны, три балкона, я живу, мне все нравится, да, то есть очень хорошо и очень близко к центру, вот, и причем я купила так, чтобы подальше от дороги, но близко к центру, и я как бы, очень мне нравится все вот это вот, где я сейчас живу, вот, во второй квартире пока идет ремонт, но я довольна, у меня все хорошо, у меня есть рабочий кабинет, у меня есть спальня, у меня все это отдельно, мне нравится, как еще вас мотивнуть, ну, тем, что у меня уже более 5 лет работает хозяйка по дому, то есть через год сотрудничества с компанией Фаберлик, я могла платить зарплату своей хозяйке по дому более 30 тысяч русских рублей в месяц, то есть я до такой степени хорошо зарабатывала, что я уже сама начала создавать рабочие места, вот, я считаю, что это тоже очень классное достижение, потому что я об этом мечтала, но для этого надо попахать, для этого надо поработать, для этого надо убрать всю свою лень и подумать, подумайте над своими истинными желаниями, я хотела иметь большую светлую квартиру, я к этому пришла, да, то есть сейчас у нас идет ремонт, я хотела, я не хотела прибираться, мыть посуду, стирать, гладить, то есть это все не мое, я хотела ездить везде отдыхать, я 5 лет назад наняла домработницу, да, то есть и сейчас моя Мариночка, она у меня такая классная, такая суперская, она так вкусно готовит, да, вот, я как раз впервые увидела, ага, да, вот, хорошо, а, Лариса Гельтман, да, 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 узнала, да, шикарно, я так всего боялась, я помню, как я боялась лететь, меня уговаривала моя вышестоящая самая наставница, Татьяна Сафронова, она мне писала, нам уже ехать, да, то есть в Москву, мы уже купили билет на поезд, и это был мой первый перелет, я сижу за столом, реву, говорю, я никуда не поеду, мне муж говорит, ну все, я тогда поехал один, я говорю, никуда ты не поедешь один, он говорит, нет, я поеду, если ты не поедешь, я один поеду, я, говорит, в жизни на Шри-Ланке не был, говорит, на халяву, говорит, не съездить, потому что ты боишься самолета, а я, у меня вообще очень сильный страх самолета, я потом дня два после самолета вообще лежу, лежнем, я не могу отойти, потому что сильно перенервничала, вот, Вот, и если честно, да, я тогда и в самолете поревела, и вообще, просто вот, ребят, смешно вспоминать, сейчас я почему-то меньше уже боюсь летать, вот, а до этого был просто наизучайший страх, первый перелет, значит, сначала мы летели 5 часов, потом остановились, по-моему, где мы остановились, в Дубаях или где-то там, ну, где-то недалеко, да, и потом была пересадка уже на остров Шри-Ланку, это, конечно, было очень страшно, но когда мы увидели все эти горы, да, Сигири, вот это все, я никогда не забуду, кормила верблюдов, слонов, да, не знаю, катались на зиплайне, дрались с морем, там такое море было, я даже не знаю, как его описать, оно просто хлистало, хлистало по лицу, по животу, по ногам, знаете, вот прям вообще, прям такой крутой океан, океан там был тихий, вот, поэтому, какой могу я дать волшебный пинок вам, ребят, да, мечтайте и исполняйте свои мечты, у каждого цель своя, да, вот, вот и я так Турцию боюсь, жду одновременно. Ириш, знаешь, кто боялся очень сильно? Ирина Тихонова, золотой наш директор, она до безумия боялась, а мы когда взлетали, она вся побелела, у нее были белые губы, она вся прямо боялась, и мы уже боялись, что она сейчас у нас в обморок упадет, вот, ей-богу, ребят, так было за нее страшно, как-то вот Наташа пропала, почему я пропала, Наташа Анисимова летела, как-то вот, знаете, взяла себя, да, в оборот, как-то стойко, да, она тоже говорит, что она первый раз летела, а Ирина Тихонова, она вообще там был кошмар, она, конечно, не ревела, там, не истерила, как бы достойно себя вела, но тот вот страх в глазах, я ее прям так понимала, Ой, это был, конечно, да, ужас, первый раз, когда мы тоже, у нас девчонка летала, моя хорошая знакомая, она там до слез, да, Сигирия невероятная, да, 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 есть что вспомнить, хочется туда еще раз, но единственное, что мне на Шри-Ланке не понравилось, это куча различных насекомых и бурундуки, которые все из номера воровали, мы один раз оставили номер открытым, пришли в номер, и бурундуки съели все эти платные орешки, вот эту вот всю ерунду, которую там вместе с кофе, с чаем выкладывают в номере, это все было за деньги, и все съели бурундуки, я вызываю в номер, они мне там счет предоставляют, я говорю, я платить не собираюсь, мне откуда знать, что там бурундуки ко мне в номер залезут, все съедят, в общем, мы там с ними спорили, потом уже пришла ко мне девушка русскоязычная, извинилась, сказала, что надо балкон закрывать, когда вы уходите, а мы ушли, наивные балкон оставили, они взяли у меня там все съели, было-было дело, вот, и смотрите, еще такой вот вопрос поступил, как быть, если не с кем ребенка оставить, а работать нужно, вот у меня была такая ситуация, да-да-да, всем привет, вот, у меня была такая ситуация, да, то есть, 4 часа в день работаю мало, я не могу сказать, что 4 часа в день это мало, потому что за эти 4 часа, в принципе, можно полтора часа пообучаться, и 3, получается, 2,5 часа порекрутировать, можно многое, что успеть, и потом, в принципе, вот вы гуляете, да, с ребенком, можно созвониться со всеми, кто к вам пришел в команду, созвониться со всеми, кто к вам пришел в структуру, вот, пока вы гуляете, можно это дело успеть, почему я, вот, знаете, недавно, вот, приведу вам пример, недавно мне пишет девчонка, Аня, не могу участвовать в твоем гиве, я, у меня ребенок заболел, я, наверное, не успею, я, наверное, не смогу, вот это вот, знаете, все, вот, я говорю, слушай, ну, как же ты не успеешь, как же ты не сможешь, ведь я-то как-то смогла, значит, какая у меня история, да, то есть, а когда мы начинали бизнес, ну, вот, кто не знает, я расскажу, и я сидела дома в декрете с ребенком, но ребенок у меня особенный, да, то есть, за ним глаз да глазонький ее, ну, не оставишь, да, то есть, и что получается, муж уезжал к 7 утра на работу, приезжал в 7 вечера с работы, я умудрялась рекрутировать, и я умудрялась через день по полтора часа проводить вебинары, я вела целый год, даже в Рождество я вела вебинары, потому что мне нужны были деньги, вот, и, конечно, всякие моменты бывали, иногда племянница поводится, я ей там шоколадку с зарплаты куплю, иногда дочка мне где-то в чем-то поможет, да, то есть, были такие моменты, да, я работаю с 8 до 19, ну, вот у меня сестра 2 на 2, 2 на 1 работала по 12 часов в магазине, что я вам скажу, как бы, есть общий чат коллег Фаберлик, она всех, кого зарегистрировала, она добавляла в этот чат, созванивалась с людьми, которые к ней зарегистрировались, она давала им задания, то есть, они эти 2 дня изучали задания, вечером приезжала, она их проверяла, эти задания, вот, было ли такое, что руки опускались, да, было, было дело, ой, один раз, а, вот, кстати, отвечу на вопрос сначала Юли, а, Лили, извиняюсь, да, отвечу на вопрос Лили, как она вообще, да, вот у нее получилось, она добавляла всех в общий чат, и там были другие директора, другие люди с ее команды, и так как мы строим веточные, им тоже выгодно обучать людей, которые под ними, которые создают им товарооборот, вот, и как-то вот не было проблем вообще абсолютно с обучением людей, Таня уезжала на 2 дня, и мы, ежник новичков, ежник, боже мой, где это слово взяла, у меня недавно свекровь жила, это я, скорее всего, это слово взяла у свекровушки, вот, мы ее новичков обучали, тянули на себе, отвечали на вопросы, то есть, люди заведомо знали, что Таня не будет на месте, и мы, как бы, отвечали на вопросы этих людей, и они знали, куда вопросы задать, то есть, вот это вот минимально то, что нужно создать, то есть, нарекрутировав людей, тетя Лена, привет, вот, нарекрутировав людей и бросив их там на пару дней, конечно, такого не было, люди нормально работали, то есть, Антонина, ой, не Антонина, да, Лилия, есть общий чат коллег, и туда можно добавлять свою команду, это очень важно их туда добавлять, чтобы вопросы они задавали туда, то есть, позвонить им, поговорить, чтобы они не стеснялись, что там такие же новички, вот, я очень часто, знаете, что говорю, что, вот, ты, к примеру, стесняешься задать вопрос новичку, да, кто-то другой тоже стесняется задать вопрос, а представь, ты наберешься смелости, задашь вопрос, тебе на него ответят, и очень большое количество новичков будут тебе благодарны, потому что очень часто у новичков, ну, на 90% одинаковые вопросы, что делать, как зарегистрировать, работаем ли мы с той-то страной, еще что-то, да, то есть, куча вопросов, которые дают в общих чатах, да, то есть, идет взаимовыручка. У нас вообще очень много людей, вот, я на днях делала рассылку на почту, поздравляла с процентными уровнями и так далее, вот, вы знаете, что у меня получилось, куча людей пишут, я им даю ссылку на чат, я им даю ссылку на свое обучение, они заходят в этот чат, они говорят, боже мой, сколько у вас людей, да у вас тут все серьезно, да, то есть, как раз одна попалась под конец каталога, мы рассылали письмо о неоплате и так далее, одна попала в чат под конец каталога, увидела новые уровни, новые статусы, у нее рот открылся, говорит, а что, говорит, люди до сих пор, что ли, в сетевом растут? Я говорю, да, конечно, растут, еще как растут, вот, она просто делала заказы, вот сейчас она будет, как бы, работать, тоже здорово, было ли такое, что руки опускались? У меня был момент, что я решила, что у меня никто не работает, я решила, что у меня никто не работает, я никому не нужна, никто меня не слушает, ничего не буду делать, надоели неблагодарные люди, вот такой момент у меня был где-то на статусе, может, рубинового, бриллиантового директора, я захандрила, вот, и там из этой ситуации меня спас муж, он говорит, Ань, ну, хорошо, ну, то ли рубин, то ли бриллиант, вот, ребят, боюсь соврать, но даже если взять пример рубин, да, он говорит, ты получила премию 55 тысяч, 27 500, 110 тысяч, да, 165 тысяч, 220 тысяч, и ты недовольна? Ты, говорит, купила свою квартиру, мы уже купили за год свою квартиру, свою первую квартиру, которую нам потом пришлось продать, да, вот, мы купили, получается, наняли уже, вот, хозяйку по дому, и что у нас получилось, то, что я вдруг решила побыть недовольной, я не знаю, почему я решила, вот, почему мне это в голову пришло, что у меня никто не растет, что я плохой наставник, меня никто не слушает, да, то есть, вот, был у меня такой вот зашип в голове, не знаю, как-то вот переклинило, он мне говорит, ты посмотри, сколько ты премий получила, сколько ты вообще дала людям успеха, вот, четырем или шести директорам, да, у меня получилось дать свободное образование, грубо говоря, работы в интернете, и они, благодаря мне, тоже стали успешными, это же ценно, вот, потом, значит, дальше, он говорит, посмотри на размер своей зарплаты, ты когда-нибудь получала столько денег, ты же, говорит, в год столько не зарабатывала, сколько ты сейчас зарабатываешь за каталог, да, то есть, я как-то все это посмотрела, думаю, правда, что это я, ладно ли со мной, да, то есть, был у меня момент, то, что просто нужно пообщаться со своим наставником, но не поныть, а сказать, что вот так, так и так и так, да, вот, далее, значит, ну, еще как бы, понимаете, есть люди и сами по себе пессимисты, им бы хотелось там поныть, тут поныть, они не могут побороть свою лень, а из-за того, что другие растут, они психуют, то, что вот они так растут, а я так нет, как бы лень свою бороть, тоже, как бы, бороться с ней нужно, потом у вас войдет привычку все делать, каким бы вы не были ленивым, боязливым, не старательным человеком сегодня, каждый день по чуть-чуть становиться лучшей версией себя вчерашнего, и все получится, бороться с этим, как бы, легко, вот, как поначалу вы распределяли время, что успела, то и ладно, я пыталась, старалась успеть максимум, я расстраивалась, что что-то не успевала, вот, у меня было так, я, если что-то важное, я убирала это время из сна, из общения с семьей и так далее, но я доделывала, вот, поэтому, вот таким вот образом, ребят, вот, ну все, значит, если не секрет, сколько вы получаете за каталог, не могу говорить о таких суммах, потому что там уже глобальные деньги, не буду говорить их в интернете, если вам хочется, я могу вам скинуть скриншот в личку своих выплат, так, привет с Кыргызстана, привет с России, так, мы с сестрой в разных структурах, если родные сестры, то такое нельзя допускать, какая сестра первая зарегистрировалась, в какой структуре, вам надо перевестись под эту сестру, при регистрации не знали, что надо быть в одной структуре, если сестра напишет заявление о закрытии своего кабинета, мне ДОСАП откроют, нет, не откроют, это грубое нарушение кодекса, я тоже психую, если что-то не сделала, но я не могу сказать, что я психую, но я расстраивалась, и все время у меня было единственное выражение, ну почему в сутках не 30 часов, ну почему в сутках не 40 часов, у меня было такое, знаете, я все думала, боже мой, сколько времени уходит на сон, зачем этот сон вообще нужен, неужели не могла нас природа создать, как медведи, да, три месяца поспали, в году и хватит, все остальное, вот наше время, делай, что хочешь, да, вот, сейчас я распределяю время, конечно, мы с утра встаем, смотрим, сколько регистрации упало, кого повестить, да, по рекламе, а потом я смотрю вопросы в чатах, отвечаю на все чаты, потом, как бы, получается, пора идти завтракать, у меня есть свой личный врач, и она мне сказала, что первые два часа после пробуждения нельзя кушать, потому что очищается лимфа, и если вы хотите долго оставаться молодыми, красивыми и здоровыми, то первые два часа от сна нужно пить воду, два стакана воды, и потом нужно, получается, пить еще имбирь, мед и лимон, да, вперемешку, и вот тогда у вас, в каких странах СНГ у вас есть структура, ой, ну, ребят, ну, это сейчас надо гуглить распечатку, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Молдова, Беларусь, Украина, я сейчас не вспомню, надо просто сидеть и смотреть, в каких странах есть, я сейчас как-то вот не вспомню, а зачем вам это надо знать, вот, еще все время думаю, что время уходит, а я так мало сделала, не, ну, время и будет уходить, если себе это внушать, время будет уходить, а вот, сколько у вас уходит денег на рекламу, 10 тысяч рублей в каталог, раз в три недели, вот, сейчас я больше трачу, но у меня пока идут эксперименты, я не знаю с этого выхлопа, поэтому я не буду говорить, то, с чего у меня есть твердый результат, это 10 тысяч рублей, да, пьем воду, пьем имбирь, и вот тогда у вас организм нормально будет функционировать, это для всех прямо важно, поэтому любите себя, я разговариваю с врачом общей практики, 20 лет стаж, уже, наверное, 25, я все 20 лет говорю, она очень классная, а вот, ну, что ж, мои дорогие, остальные тут вопросы, это, конечно, спасибо огромное за похвалу, мне всегда очень приятно, вот, огромное количество комплиментов, благодарности, прям даже не знаю за что, вот, да, то есть, все, что тут, да, вот есть, вот, да, то есть, ваши все вопросы, вот я все это прочитала, конечно же, конечно же, очень-очень приятно, вот, как строить структуру, как вам удобно, есть много способов построения структуры, я строю структуру веточно, Ань, скажи, алоэ можно беременным пить, да, девчонки пьют, вот, но лучше всего показать, показать состав своему лечащему врачу, вот, утром наоборот нужно кушать, работающие ветки с утра очень сильные, ну, вот, у кого, у кого какое мнение, я начала чувствовать себя лучше после советов своего доктора, ну, там, как вам хочется, спорить не буду, у каждого свой организм, у каждого свое, вот, как мне объяснили, то, что с утра очищается лимфа, и если вы не дали лимфе почиститься, то она и не почистится, и все шлаки остаются внутри организма, потому что нельзя кушать вот с утра, да, то есть нельзя зашлаковывать и так далее, вот, структуру можно строить веточно, можно еще как-то, посмотрите мой вебинар по правилам построения на моем ютубе, гуглите на канале, на ютубе Анна Кононова, Фаберлик Онлайн, и смотрите обучающее, лидерское сопровождение, вы меня поймете. Если будут какие-то вопросы, задавайте под видео, если вопрос будет серьезный, обширный от вас, да, я даже проведу для вас вебинар на эту тему, если хотя бы одному человеку это востребовано, значит, тема должна быть раскрыта, поэтому обязательно задавайте вопросы под видео на ютубе, вот. У меня наконец-то будет дочь мечты сбываются. Надюша, поздравляю, вот-вот-вот-вот-вот, что все было хорошо, да-да-да, всем привет. Ну что ж, ребят, кто только что зашел, всем привет, а я с вами буду прощаться, потому что уже час подходит к концу, сейчас нас выкинет всех, на все вопросы я более-менее ответила, спасибо за такое количество похвалы, но мне бы, конечно, больше хотелось бы вопросов от вас, да, по росту, по бизнесу, нежели комплиментов, вот. Да-да-да, всем пока-пока, всех целую, обнимаю, любите себя, удачи вам, росты, везения, во всем вдохновение, развивайтесь, растите, вот. Вот, кстати, говорят же ученые, что если вы исследуете что-то новое, постоянно изучаете что-то новое, вы продлеваете себе этим жизнь, вот. Поэтому продлевайте жизнь, и все, конечно, чаще улыбайтесь, будьте более позитивными, да. Всем пока-пока. Угу. Угу.